Владелец студии красоты «Миндаль» и «Миндаль премиум» Юлия Белоконь. Встречаем! Всем добрый день. Спасибо за такой теплый прием. Вижу много знакомых глаз. Надеюсь, вам будет интересно, может быть, даже полезно. Сегодня я поделюсь с вами историей своего пути, благодаря которому я стою перед вами. Меня зовут Юлия Белоконь. Я основатель студии красоты «Миндаль» и «Миндаль премиум». Но это сейчас я такая классная бизнесвумен, успешный предприниматель двух салонов красоты. Так было далеко не всегда. Родилась я в деревне, и, наверное, в таком словосочетании, как салон красоты, я слышала только по телевизору. В 17 лет, как и все, я закончила школу, уехала, поступила в медицинский колледж. Это было больше инициатива родителей, чем моя. Но, тем не менее, медицинское образование оставило огромный отпечаток на моей жизни, потому что именно там я узнала, какими должны быть стандарты качества, что такое чисто и стерильно. Так случилось, что я осталась одна с маленьким ребенком на руках. Сыну было меньше года, когда мне пришлось выйти на работу. Я тогда работала медсестрой в стоматологии, и зарплата моя составляла 3,5 тысячи рублей. При этом я 3 тысячи платила няне. Мне приходилось брать максимум дополнительной работы, чтобы просто выжить. Единственная задача передо мной стояла – это выжить и прокормить себя и своего ребенка. И вроде бы ситуация стабилизировалась. За 4 года я выросла из медсестры в гигиениста. Я расправила крылья, жизнь наладилась. И тут меня увольняют. Я долго не горевала. Уже вечером в 8 часов, я помню, сидела в автобусе и ехала в Анапу. Это была первая и последняя в моей жизни Анапа. Но тогда была Анапа, потому что билеты можно было купить на автобус только туда. Я вернулась. Юлия, мы тебя любим. Да, я волнуюсь. Это мое первое на самом деле выступление. Такое масштабное. Я вернулась, и нужно было что-то делать дальше. Моя мама в то время работала в агентстве недвижимости. И я решила попробовать себя пойти по ее стопам, попробовать себя в этом направлении. Пришла к маме, поделилась с ней своей идеей. На что мама мне сказала, в наше агентство без опыта работы не берут. Поэтому пойди и попробую где-нибудь в другом месте. Но это был вызов. Я пошла. Устроилась в ближайшее к дому агентство недвижимости. Продала за две недели свою первую квартиру. Пришла к маме и говорю, мам, я уже с опытом работаю. Пойди договорись о собеседовании. В общем, взяли меня на работу. И, наверное, как каждому новому сотруднику, у которого нет опыта работы, который совершенно не представляет, как вообще устроены продажи, потому что на тот момент я умела только чистить зубы. Мне дали всю работу, квартиры, дома, которые годами не продавались. И клиентов таких же, которые годами не покупали. Каким-то невероятным образом за полгода, я извиняюсь, но я живу отдельно от презентации, у меня есть такая проблема, поэтому я буду периодически сразу несколько слайдов перелистывать. В общем, за первые полгода я зарабатываю 500 тысяч. И опять такая классная победа. Я молодец, я покупаю себе машину, потому что понимаю, в недвижимости волка ноги кормят, как говорят, и чем быстрее я буду передвигаться по городу, тем больше я смогу заработать денег. Ну, скажите, вот бывает у вас такое, что вроде бы все, жизнь наладилась, все классно, получается, но вы чувствуете, что не на своем месте. Бывает такое? Или только у меня? В общем, у меня было так же. Вроде бы опять все хорошо, но мне не имется. Я очень любила стоматологию, и периодически мне снился один и тот же сон, что я чищу зубы. Я просыпалась в этот день со слезами на глазах, собиралась, шла в стоматологию к главному врачу и говорила, Михаил Степанович, возьмите меня, пожалуйста, обратно. Он говорит, нет. На третий раз он сдался, взял меня обратно. И через месяц я уже поняла, что, видимо, интуиция не зря мне подсказывала, потому что именно там я познакомилась с будущим мужем. Я чистила ему зубы. В ближайшее время мы поженились, я забеременела, в стоматологию больше не вернулась. На этом моя карьера закончилась. А в недвижимости я продолжала работать и достаточно успешно. Директор часто ставил меня в пример. Говорил, вы смотрите, куда Юля идет, и за ней идите. Поэтому, когда он узнал, что я пошла учиться на мастера маникюра, подошел ко мне и говорит, Юль, а нам теперь что делать? Тоже идти ногти пилить? Я на тот момент выбрала, как мне казалось, лучшую школу маникюра и пошла учиться. Уже на этапе обучения мне было интересно посмотреть, где же я буду брать клиентов и вообще, как это все работает. Я даю объявление на Авито. И в этот же день мне звонит первый клиент. Мне кажется, тогда я уже понимала, что отказывать клиентам нельзя. У нас и сейчас есть такое правило. Мы не можем говорить клиенту нет. Тогда я, наверное, уже это понимала и не смогла ей отказать. Несмотря на то, что у меня дома не было совершенно ни оборудования, ни материалов, но я договорилась о том, что в 6 часов она придет на маникюр. В обеденный перерыв я пошла, купила все, что было нужно. Оставила запас 2 часа. После занятий летела просто домой, чтобы успеть оборудовать из детской комнаты, кабинет. Приехал, это был тот еще квест, потому что мне нужно было разложить все эти баночки, открыть их, чтобы она ни в коем случае не догадалась, что она вообще первая в принципе в моей жизни. Я все успела, в 6 часов сидела, ждала, как пасочка. Пришла клиентка. Вместо 2,5 часов, которые нужно было делать коррекцию, я ей делала 5. Но она столько высидела, заплатила мне деньги. И даже более того, она потом пыталась записаться ко мне снова. Наверное, все-таки ей понравилось. Но в этот день я поняла, что дома работать я больше не буду никогда. Потому что дискомфорт, который испытали домочадцы, он не стоит, мне кажется, никаких денег. И мой внутренний эпидант в принципе не мог мне этого позволить. Я тогда уже понимала, что мне хочется дать комфорта клиентам. Но какого тогда я еще не понимала, потому что, как говорила раньше, что о салонах красоты я слышала только по телевизору. Так я попадаю работать в студию маникюра. Я проработала полгода, все было хорошо. Помню день, который поменял мою жизнь, тогда ничего не предвещало этого. Это было 20 февраля, я пришла на работу, у меня, как обычно, полная запись. И я даже не догадывалась, что этот день навсегда изменит мою жизнь. Я узнаю, что студия продается. Трясущимися руками я звоню мужу. Мы в то время построили дом, и у нас лежали 800 тысяч на ремонт дома. Я звоню мужу, говорю ему о своей смелой идее, и он меня поддерживает. Я звоню собственнику и говорю о своем намерении. Он вот прям с недоверием, что я, ставит мне условие, что вечером нет денег, и все, я тебе ничего не продаю. Я говорю, я найду деньги, хотя не понимаю вообще, как я это сделаю, потому что деньги в банке, я не помню, какие-то там куча дел, проблем, работы. Но я была уверена, что деньги мы до вечера найдем. И чтобы вы понимали, это была картина, что я сижу, делаю маникюр. Бедная клиентка, она, по-моему, была новая. Она наблюдает всю эту картину, все мои вот эти вот переговоры. А то, что было дальше, это вообще вот было просто кино. Я сижу, делаю ногти, в зал заходят, вернее, в студию заходят две девушки с большими сумками, проходят в дальний конец студии, ставят вещи, возвращаются, подходят, становятся напротив нас и говорят, Юля, добрый день. А, нет, они не знали, как меня зовут, извините. Добрый день, давайте знакомиться. Это Наталья, она новая хозяйка этого салона. Я не растерялась, слава богу, и говорю, добрый день, давайте знакомиться. И я новая хозяйка этого салона. Спасибо. Чтобы вы понимали, время, ну, это были секунды. Вот я кладу трубку, и заходят эти девочки. Ну, то есть решение, которое было принято тогда, вот за эти буквально полчаса, они поменяли, решение это поменяло полностью всю мою дальнейшую жизнь. И так буквально за один день я из мастера маникюра превращаюсь в управляющую собственной студией красоты. При этом я совершенно не понимала, что с этим делать дальше. У нас был запланирован отпуск, и мы опять едем в отпуск. Я решила от него не отказываться. И, кстати, это был правильный шаг, потому что, когда я вернулась, об отпуске мне думать уже не пришлось. Не то, что об отпуске, а выходных тоже. Я работала года полтора без перерыва, выходных по 14 часов в сутки. И сейчас я хочу вам показать цифры. Первые три года, если посмотреть, рост был, но он был не такой значительный. Все это время я продолжала работать сама мастером. Я была четко уверена, что если я не буду работать, то у нас не будет хватать денег даже заплатить за аренду. При этом, естественно, у меня не хватало времени на то, чтобы просто взглянуть на бизнес со стороны другими глазами и заниматься развитием. первой, наверное, такой большой точкой роста стал 2020 год. Когда нас всех закрыли дома, как и у меня, так и у наших гостей была паника, потому что 90% наших клиентов это девушки, которые на руках носят покрытие гель-лак. Ну и все знают, что снять его в домашних условиях без вреда для ногтевой пластины просто невозможно. И тогда нам пришла в голову идея сделать наборы для снятия гель-лака в домашних условиях. Мы думали в первую очередь о комфорте наших клиентов, но как потом оказалось, это был отличный маркетинговый ход, потому что когда нас открыли, к нам вернулись не только наши клиенты, но и десятки благодарных девушек, которые узнали о нас именно благодаря тому, что купили либо увидели где-то вот эти наборы для снятия гель-лака. И второй точкой роста в это же время стало то, что у меня появилось свободное время. У меня появилось время посмотреть вообще, что происходит со стороны. И знакомый мне предложил отцифровать бизнес. До этого у нас было все как положено, в журнале записано. Но то, что в журнале записано, невозможно вывести в какой-то график и посмотреть вообще за тем, что происходит с деньгами. мы с ним высчитали процент, который я могу брать себе дивиденды без ущерба для бизнеса. Через месяц я поняла, что все это время я успешно воровала у своего же бизнеса. И мы стали жить в долг. Но зато деньги в салоне стали собираться. Соседи съезжали, а мы увеличивали площади. И если посмотреть 2020 год, то здесь рост уже случился практически в два раза. Мы дальше работаем, дальше увеличиваем площади. 2021 год. Открываем еще один этаж красоты. Опять же, у меня появилось 100 тысяч планов сразу на миллион. увеличиваем услуги, расширяем спектр услуг, увеличиваем штат мастеров и растем больше, чем в два раза. В то же время я начала активно заниматься обучением. Обучением себя, как предпринимателя, и много вкладывать в свою команду. потому что команда — это наше все. И одной никогда в жизни не добиться тех результатов, которые можно добиться с помощью людей, которые работают рядом с тобой, которые разделяют твои ценности. Это на самом деле очень важно и круто. Многие, наверное, не думают об этом и углубляются только в свое развитие. Нет, я считаю, что один человек не добьется таких результатов, как вместе с командой. Мне всегда хотелось дать нашим клиентам большего. Но я понимала, что в салоне на Соколова у меня уже… Вот я все, что могла, реализовала. Это бизнес, который был создан мной не с ноля, и поэтому на какие-то моменты я не могла просто физически повлиять. Так родилась идея открыть второй салон, в котором уже можно реализовать все свои амбиции. Главными критериями были это наличие парковки, соседство, красивая входная группа. Мне хотелось, чтобы нас было видно просто за километр. Девушки, чтобы только шли и уже видели, как красиво внутри. И кабинетная система. Мне хотелось дать нашим гостям больше комфорта и уюта. И на Пушкинской 65 все эти пазлы сошлись. У меня собирается миллион, и я готова идти в бой. Мы снимаем помещение. Я думаю, ну сейчас опять, как обычно, на коленке посчитала. Три миллиона мне хватит. Муж говорит, пять. Ну вот, с тем, что я вижу, говорит, здесь какие вложения нужны, нужно минимум пять. Поэтому, в принципе, к пяти я была готова. Когда я узнала, что мы потратили на момент открытия девять, мне стало плохо. Мне было страшно посчитать, сколько же мы теперь должны. Потому что было очевидно, что эти деньги за два месяца, которые мы делали ремонт, заработать было невозможно. А где я брала деньги, это вообще отдельная история. Мне отказали в кредитах все банки. Но зато были друзья, родственники. Мне подружка звонит и говорит, Юля, я слышала, эти деньги нужны? Я говорю, ну да. Я оставила на рецепшн. Зайди, забери, отдашь, когда сможешь. Мне занимали деньги сотрудники. У кого-то были отложены на квартиру, у кого-то на машину. А у кого не было денег, они просто на свои кредитные карты покупали оборудование. И из этого я сделала два вывода. Если есть идея, то не нужно бояться. Деньги — это мелочь. Она найдется. Вот я не знаю, каким невероятным образом, но считаю, что на моем примере это очевидно. Главное, чтобы была цель, а деньги найдутся. И второе — это окружить себя правильными людьми. Моя команда, могу смело сказать, что это мой тыл. И именно благодаря им, поддержке их, поддержке семьи, у нас получилось невероятное пространство, которое пропитано любовью, заботой не только к гостям, но и к сотрудникам. Строить команду непросто, и я ни в коем случае об этом не говорю. Сейчас в моем коллективе 50 человек. И было масса ситуаций. Были ситуации, когда предавали меня. Были ситуации, когда по своей неопытности, незнанию, непониманию где-то теряла людей я. Но несмотря на все это, я продолжаю верить в людей. Я люблю людей. Спасибо вам большое. Хочу сказать, хотела сказать вначале, но занервничала и не сказала. Хочу сказать огромное спасибо Диме. Дим, я не вижу тебя. Я тут подсвечиваю тебе фонарик. Он на ноготочках сейчас. Дим, если бы не ты, я бы не решилась на этот шаг. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, что приняла этот вызов. И на 2023 год у меня вообще просто амбициозные планы. Я в конце 2022 года вступила в реактор. И представьте, только вот 1 февраля, 2-й, 5-й. Я уже выступаю на сцене. Представьте, что будет дальше. На самом деле, поддержка этих людей, она бесценна. Спасибо огромное. Спасибо.